Два года назад хлебопеки Кустанайской области обратились к главе региона с просьбой поднять стоимость социального хлеба. Иначе банкротства пекарен не избежать, утверждали они. С 2009 года у нас цена хлеба 40 тенге, а цена муки 45 тенге. То есть инфляционные процессы никто сюда не включает, потому что за это время все-таки все подорожало. Мы делали сводную таблицу, за это время на 60% подорожал ГСМ, за это время подорожала электроэнергия, газ незначительно. Зарплата требует и в отделе статистики, и в Акимате, и люди требуют, чтобы зарплата росла. Зарплата, соответственно, тоже выросла за этот период на 60%. А цена хлеба осталась на том же уровне, также 40 тенге. Эти расчеты были услышаны лишь наполовину. В течение двух последних лет хлеб постепенно дорожал. Последнее повышение произошло в конце октября 2015-го. Хлеб стал дороже на 5 тенге, в 46 тенге до 51. Хлебопекарни будут в торговле отпускать по 49, а в торговле в розыске 51 тенге. Почему меняется цена, вы, наверное, все понимаете, да. Многие обращались к нам на хлебопекарни, что работают они в убытках. Да, действительно, многие энергоносители поднялись услуги в разы, в разы. Это имеется и по газу цена, и по электроэнергии. Мельница товарища Алтенмай работает на полную мощность. Несмотря на большой рынок сбыта, признается главный бухгалтер предприятия, их производство на протяжении многих лет считается убыточным. Думаю, обязательно нужно поднять цену на хлеб как минимум на 30%, потому что на данный момент, по сравнению с 2012 годом, поднялись цены на электроэнергию. Это на 30% анализировали мы сами. Потом поднялись цены на газ, на транспортировку газа на 25%. Поднялись также прямые затраты у нас. Это на мешкотару поднялись цены, на этикетки. Транспортные расходы поднялись на поставку зерна. Самое главное, пусть будет хлеб, и чтоб не было войны. Любовь Карагулина о хлебе знает, если не все, то многое. В сутки в пекарне Карагулины выпекает 15 тысяч буханок социального хлеба, цена которого увеличилась. Однако, как отмечает Любовь Карагулина, улучшить ситуацию до хлебопеков это не смогло. Сейчас цену первосорта держат. Застолбили, скажем так, поднять ее не дают. Объявили, что хлеб подорожал, разрешили, но при этом сразу подняли муку на 5 сеньгей. Если у нас была раньше дотационная мука 45 сеньги, сегодня она 50 сеньги. И то, что там подняли на 4 сеньги, оно как бы осталось в той же доле, как и было. Потому что сейчас поднялась электроэнергия, поднялись ДСМ. В Казахстане в вопросе социального хлеба решили пойти дальше. И с 1 января 2016 года вообще отказаться от регулирования цены на хлеб и перейти к рыночным механизмам ценообразования на хлебоблочные изделия. В результате, по предварительным прогнозам, стоимость социальной буханки хлеба с нового года вырастет в среднем на 10 сеньги.